МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, казалось бы, такой небольшой клочок земли, но так мужественно и героически он оборонялся. А ведь у немцев были очень большие планы на Крым. Они между собой его называли Готландом. Какова роль Крыма в Великой Отечественной войне? Действительно, относительно небольшой участок суши, который чилистский поэт Пабло Неруда назвал орденом на карте мира. Всего 180 километров с севера на юг и 360 с запада на восток. Тем не менее, этот уголок земли стал действительно ареной очень жесткой, жестокой борьбы. И я хотел бы обратить внимание изначально на то, что в планах фашистского командования, в планах Гитлера, захват Крыма был главным приоритетом на 1941 год. Даже не взятие Москвы, а захват Крыма. Потому что Крым они рассматривали в двух измерениях. Во-первых, это такое культовое место так называемых арийцев. Готланд, как вы правильно сказали, согласно плану ОСТ, его планировалось заселить так называемыми арийцами. А все так называемые неарийские народы, соответственно, это рабство, это геноцид. И мы знаем, что в годы оккупации в Крыму находилось свыше 100 больших и малых концентрационных лагерей и пунктов. И порядка 130 тысяч человек было уничтожено в ходе этой барбарской политики геноцида, которую проводил фашистский режим. И второе, и самое главное, наверное, заключалось в том для фашистов, что Крым рассматривался как непотоплемый авианосец. И они видели угрозу для румынской нефти, потому что главный источник снабжения – это румынские нефтеносные районы. Вот Плаешти, Констанца, Сулина, там, да. И вот, соответственно, наша авиация уже с первых дней войны, поднимаясь с крымских аэродромов, нанесла удары по этим аэродромам. Кстати говоря, потрясающий пример. 10 августа 1941 года с аэродромов под Евпаторией поднялись наши несколько тяжелых бомбардировщиков, называли «Звено СПБ», под крыльями истребителей И-16. И вот нанесли удар по Черноводскому мосту, по которому шел нефтепровод. И на определенное время было парализовано снабжение нефтью наступающих частей вермахта, что, конечно, сыграло свою роль, и, я уверен, абсолютно и в московской битве, потому что каждый день решал очень многое. И, действительно, в этом отношении мы говорим о том, что сегодня мы видим, как применяется нашей армией блестящее высокоточное оружие. Вот истоки этого высокоточного оружия, они восходят как раз в времена Великой Отечественной войны и как раз тесно связаны с нашим крымским полуостровом, несомненно. Безусловно, я бы хотел обратить внимание на то, что 250 дней вторая героическая борьба Севастополя, только сухопутные его пазы, если говорить о воздушной пазе, то она, конечно, гораздо дольше длилась, потому что 3.15 уже Севастополь бомбили 22 июня 1941 года. И фашисты, как писал наш прославленный военачальник Александр Михайлович Василевский, гораздо лучше укрепили Севастополь, чем мы это успели сделать накануне войны. И тем не менее, 2 недели, а горячая фаза боев всего 3 дня длилась уже в 1944 году. 9 мая была взята Сапунгара и в целом освобожден город-герой Севастополь. Это показывает, насколько все-таки мужество нашего солдата и уже на завершающей стадии Великой Отечественной войны талант наших полководцев превосходил фашистскую армаду. Андрей Вячеславович, для сравнения, европейские города, они же сдавались буквально за несколько часов, ну хорошо, пусть будет дней, то есть достаточно быстро их захватывали. А тут только один Крым оборонялся 200 дней. А что говорить о Советском Союзе, который 4 года не сдавался? Да, вот вы совершенно правильно ставите вопрос. И действительно, когда сегодня размышляют, а кто лучше воевал, и такие есть у нас фальсификаторы, которые пытаются вбрасывать миф о том, что якобы фашисты воевали намного лучше нас, приводят в пример там соотношение порой весьма сомнительная потерь. А ведь мы прекрасно понимаем, что вот 27 миллионов, которые мы потеряли, в подавляющей большинстве, это мирные жители. Военные потери это 8,6 примерно десятых миллиона человек наши. А все остальное это мирные. Мы никогда с мирными жителями не воевали. И вот эта скульптура в трактов парке в Берлине, она отражает историческую реальность. Наши солдаты ценой своей жизни спасали и немецких, и австрийских детей. Хотя вроде бы это были наши страны, были противниками в войне. Но тем не менее, мы очень четко проводили водораздел между фашистской военщиной и мирным населением. Вот мало кто знает такой интереснейший факт. У нас была разработана ракета, она называлась Х-10, гораздо лучше по своим летно-тактическим характеристикам, чем знаменитая немецкая Фау-2 Вернера фон Брауна, которая потом, кстати говоря, создавала на многом космическую программу США после войны. Но наш Верховный Главноклассник Сталин отказался запускать эту ракету, прошедшую все испытания блестящие в серийные производства, только на том основании, что ее использование могло причинить вред мирному населению в совмажаемых нами европейских городов. Только на этом основании эту ракету в серийные производства не запустили. Это потрясающий для меня лично пример, который очень четко показывает этот водораздел, как воевали они и как воевали мы. Ну и потом надо объективно признать, ведь многие европейские государства активно участвовали в войне на стороне Гитлера. И по сути нам противостояло не 70 миллионов, если говорить о населении этих стран, немцев, а 300 миллионов жителей континентальной Европы. Потому что многие воевали в частях вермахта против нас. Итальянцы, немало воевало итальянцев, румынов, венгров, чехов и так далее. Это огромный список. Андрей Вячеславович, ну вот у нас остается не так много времени. Хотелось бы сегодняшние реалии обсудить. Вы, наверное, видели, что происходило 9 мая в Риге, да, где трактором убирали цветы. Это вообще, в своей точке, не кощунство. Вот, прокомментируйте, пожалуйста. На мой взгляд, сегодня многие, к сожалению, в так называемой Европе, а я считаю, что вообще Запад незаконно это понятие узурпировал-то Европу, это моя личная точка зрения, гораздо оснований называться Европой имеем мы, нежели они. Ну, это отдельная глубокая тема для отдельного разговора, но в моем понимании то, что сегодня происходит в Центральной, в Западной Европе, вы смотрите, вот, мало того, что на 75 лет победы демонтировали памятник маршалу Коневу, сейчас руководство Праги лишило Ивана Степановича Конева звания почетного гражданина Праги, которому был присвоен после Великой Отечественной войны. Что происходит в Польше, нападение нашего посла, то, что происходит в Риге, когда трактором убирают цветы, возложенные к монументу освободителю Риги. То есть, это действительно кощунство в квадрате, в Кубе, и это говорит о том, что болезнь амнезии поражает европейские элиты и значительную часть европейского общества. В Германии мы слышали, несмотря на все запреты, состоялись, слава богу, шествия бессмертного полка, но тем не менее эти крики, да, русские, убирайтесь вон, а ведь забыли многие немцы о том, что действительно именно мы освободили их от фашизма, от гестапо. Андрей Вячеславович, спасибо большое. Эта тема настолько серьезная и глубокая. К сожалению, нашего эфирного времени даже не хватит, чтобы все это обсудить. Безусловно. Мы благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Напомню, у нас сегодня в гостях Андрей Ишин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Крымского федерального университета имени Вернацкого. Ну, чтобы такая болезнь амнезия не коснулась нас с вами, мы создали специально к 9 мая рубрику «Телеграмм 1945», где устами наших корреспондентов рассказываем истории великих освободителей Крыма, наших ветеранов. Давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok